Инвалид первой группы Анна Демкев все же получила новую квартиру. Девушка переехала из старой Павлодарской двухэтажки в новый благоустроенный дом. Мы уже рассказывали историю переезда Анны. Оставаться в прежней квартире было небезопасно. Дом давно признали аварийным и начали переселять жильцов. Но тогда женщина отказалась от новой жилплощади. Говорит, условия не были приспособлены для человека с ограниченными возможностями здоровья. Но после выхода сюжета в программе «Народный контроль» городские власти все же услышали Анну Демкев. Мои коллеги поздравили ее с новосельем. Анна в новой квартире уже обжилась. Признается, что и мечтать не могла о таком. Дом специально предназначен для людей с инвалидностью. Широкие дверные проемы, большая кухня. А главное, у подъезда специальный электрический подъемник. Именно этого женщина и не могла добиться до приезда журналистов. Когда объявили, что старое жилье сносят, Анне предложили квартиру, которая совершенно ее не устроила. Неделю, может, от Сакимата не вылезали. Там туда жаловались, туда жаловались. Потому что есть же нормативы, законы описаны для колясочников. Они почему-то вообще не учитывали. Хотя, говорила, даже закон не нашла в интернете. Сама ссылку им давала, все почитайте. Говорю, вот мне должен быть коридор не меньше полутора метра в ширину. Ничего не знаем. Для вас персонально никто не переделает. Анна рассказывает, что кроме нее в аварийной двухэтажке уже никто не жил. Квартира хоть и была старая, но женщина не спешила с переездом. Мы показывали эти кадры в феврале. Понимаете, здесь я могу сама себя обслуживать. Я сама себя пошла кушать, приготовила. Коридоры там узкие. Узкий длинный коридор. Кухня небольшая. На кухню пойдет только вот умывальник, но раковина. Потом газ и холодильник. И стол. И все. Как сказать, никакого шкафчика понизу. Дверный шкафчик я не достану с коляски. Понизу шкафчик я поставлю, на коляске уже не проеду просто на кухню. После выхода репортажа в программе «Народный контроль» Анне предложили другое жилье и учли все пожелания. В городском Акимате даже помогли с переездом. Спасибо Хабаров большое, что поддержали, что помогли. Застройщики вообще молодцы, что сказали, то все сделали. И по-моему, что мне сейчас выезжать даже здесь легко.